приветик и снова с вами я игорь к вейпер и у нас сегодня на обзоре комплект от компании вопореса под названием свитчер with energy давайте опустимся ко мне на столик и там познакомимся с ним поближе вниз бокс мод приходит вот такой вот картонной коробочки беленькой после того как мы ее откроем мы можем видеть что здесь у нас сразу слева расположилась еще одна коробка здесь у нас находится здесь у нас инструкции на разных языках гарантии и провод micro usb для подзарядки аккумулятора в самом бокс моде и для обновления прошивки самой коробки мы еще можем видеть вот такую вот бумажку здесь вам предлагают вариант испарителей сам бак сменная стеклышко и внутри допчики упакованы запасной испаритель и сам бокс мод коробки больше ничего нету давайте теперь перейдем самому баку и разберемся что они нам там положили в этот комплект сам бак у нас стальном цвете комплектуется он 800 10 дриптипом сама база на базе мы можем видеть в нижней части коннекторную часть 500 с 510 резьбой и пином по кругу у нас идет воздушное колечко регулировки обдува с двумя овальными прорезями здесь мы можем видеть резьбу для установки испарителя сам испаритель выглядит таким образом сделан так немножко угловато не закругленно кстати очень удобно его выкручивать браться пальцами на самом испарителе мы можем видеть саму часть с которой выходит пар резьба прорези для поступления жидкости уплотнительный оринг резьба уплотнительный оринг и контакт закручивается вот таким вот образом закрутили и отложили значит средняя часть комплектуется стеклом уплотнительными орингами снизу и сверху для уплотнения стекла сама шахта вот на самой шахте мы можем видеть резьбу и тоже уплотнительный оринг и стопор и верхняя часть комплектуется крышечкой крышечка не откручивается отодвигается вот таким вот образом здесь мы можем видеть отверстие для залива жидкости вот такой вот уплотнительная прокладочка и само отверстие для выпуска пара и посадка для 510 дриптипов и теперь давайте его соберем откроем крышечку и зальем жидкость вот все пускай она стоит а а теперь давайте перейдем самому бокс моду внешнему виду сам бокс мод сером цвете цвет у нас отличается вот по этим вот вставочкам это у нас по бокам вот такая вот общая вставка и сзади ее можно снять но это я покажу чуть позже на верхней части мы можем видеть огромный стальной коннектор с подплужиненным латунным пином на лицевой стороне мы можем видеть надпись свитчер кнопка fire экран минус плюс и кнопка выбор и гнездо микро юсб для подзарядки аккумулятора внутри самого бокс мода и для обновления прошивки внизу мы можем видеть крышечку аккумуляторного отсека каким образом она открывается поднимаем вверх и опускаем вот таким вот образом значит как теперь меняется в панель я показываю снимается вот таким вот образом вот вот это вот есть сменная панель ее можно заказывать отдельно они продаются разных цветов она стоит что-то около 12 с лишним долларов я не знаю нормально это или дешево но по крайней мере если кому-то надо можно купить ставится обратно тоже таким же образом и фиксируется значит сама крышечка аккумуляторного отсека имеет два контакта минус и плюс контакт балансира внутри в аккумуляторном отсеке сам балансир два отсека для для установки аккумуляторных батареи формата 18 650 внутри мы можем видеть два контакта подпружиненный плюс и минус с маркировкой а теперь давайте его включим вставляем аккумуляторные батареечки одну плюсом вверх одну плюсом вниз и закрываем крышечку после того как мы закроем крышечку у нас появится очень быстро надпись в аппаресе и логотип вот как вы можете видеть сейчас и в данный момент бокс мод включен и сейчас он находится в варивате вот на экране отражается режим в котором мы находимся вариват преднагрев нормал есть еще софт и есть хай две иконки аккумуляторных батарей сопротивление вашей намотки и вольтаж подаваемый на ваш атомайзер мощность которая может регулироваться кнопкой плюс минус счетчик затяжек общий бегунок последней затяжки время последней затяжки если мы нажмем кнопку fire без бака то мы можем видеть чек атомайзер вот поэтому мы накрутим сейчас наш родной баг давайте мы это и сделаем так вот мы его накрутили он у нас спрашивает новый или старый новый и подрегулируем чуть сильнее ваты так ну пускай будет 60 ватт потому что нас 017 сразу хочу сказать что трехкратным нажатием кнопки fire можно заблокировать кнопки плюс и минус и целый может работать только кнопка файл точно также и разблокируем замочек пропадает букс мод разблокирован вернее кнопки разблокированы минус плюс и салют для того чтобы зайти меню нам надо нажать кнопку select и удержать вот меню мы можем видеть пункты первый пункт это вариват преднагрев high самый мощный это нормал это софт и он будет отражаться на экране там где я вам показывал вариват н с или h следующий пункт вы здесь можете подстроить преднагрев кривую как это делается возьмем кнопку select вот у нас появляется такой график значит что в нем можно сделать здесь 10 полосочек каждая полосочка по пол секунды и на каждую пол секунды вы выставляете свои ваты вот бегает такой квадратик вы выставляете минусом плюсом выпустим 90 ватт кнопку fire следующую допустим 80 ватт и 4 ну не будем много настраивать нас не настроим только две секунды чтобы сохранить надо нажать кнопку со вот вот он у вас вышел в этот режим здесь у нас появляется график и надпись что мы находимся в этом режиме ccbw вот таким он образом работает нажимаем кнопку fire идут полосочки первая пол секунды вторая секунда третья полторы секунды да и так по пол секунды для того чтобы выйти с этого режима в обычный режим мы опять нажимаем кнопку select и выходим допустим норму пожалуйста все мы уже в нормальном режиме следующие пункты меню у нас идут термоконтроль на стали на никеле на титане tcr m1 здесь вы можете сами подстраивать температурный коэффициент и м2 ну значит давайте начнем со стали выбрали здесь у нас есть здесь вы можете подстроить хоть уже и завод за вас подстроил но сами можете подкорректировать температурный коэффициент стали может какой-то другой сталь поставить окей выходит главное меню надо заходить опять в меню следующий пункт у нас power set стали здесь мы отстраиваем мощность следующий пункт меню у нас cct set здесь мы практически отстраиваем точно также как варики преднагрев только температура все по пол секунды и отстраиваем свою температуру вот мы можем видеть я вам покажу на первой полосочке точно также переходим на следующую полосочку отстраиваем температуру и сохраняем вот такой вот у нас будет температурный график вот нажимаем вот он видите идет на каждую полусекунды будет своя температура и следующая у нас пункт стали идет блокировка сопротивления и разблокировка ну вот допустим лог вот у нас появился замочек он заблокирован чтобы разблокировать нажимаем unlock и разблокируем со сталью мы закончили следующий идет я вам уже показывал никель титан смысла нету в них заходить все одно и то же значит давайте ознакомимся с памятью с режимами памяти м1 м2 точно также нажимаем кнопку select и заходим в этот режим tcr set здесь мы отстраиваем вот температурный коэффициент кнопочкой минус и кнопочкой плюс мы повышаем допустим давайте поставим сотку допустим сталь сохраняем окей следующий пункт меню тесери у нас power set но здесь мы уже знаем это так как и заводских пресетах термоконтроля отстраиваем мощность здесь это же lock unlock вот блокируем вот разблокируем но не будем уже заблокировать смысла нету это показывать вот так вот у нас выглядит tcr режим вот здесь написано наверху тесери нажимаем кнопку fire все пожалуйста все работает последующий идет у нас пункт bypass вот мы включили его и нажимаем все работает отлично все класс и теперь идет системное меню я его называю так тоже жмем кнопочку select идет time set здесь мы можем настроить время дату то что вам надо будет и чтоб она отражалась или не отражалась следующий пункт второй у нас подсветка мы нажимаем кнопку select и регулируем минусом и плюсом подсветочку нашу и сохраняем следующий пункт меню у нас счетчик затяжек вот время затяжки значит его можно скинуть наставляем на reset и кнопку select вот у вас все скинулось проверяем вот все поскинулось четвертый пункт у нас режим смарта он у вот когда мы включаем он сохраняем все вот у нас как он работает режим смарта вот видите у нас пять ватт мы накручиваем бак таким образом он работает накручиваем бак он у нас спрашивает новый койл или старый плюс новый койл и он сам вам подстраивает под ваше сопротивление мощность ну там вы уже сами себе корректируете меньше или больше но он вам вот подстроил 55 ватт следующий идет у нас screen timeout это через сколько будет тукнуть экран версия прошивки свечер версия 1 0 19 12 17 тирси бат 12 и следующий идет дефолт это вы скидываете все настройки ну не будем скидывать нажмем ну все вот мы все просмотрели как он настроен теперь давайте попробуем немножечко я за камерой войну нормально так ну что ребят все в принципе внизу все давайте еще немного технических характеристик а там потом выходим со столика и еще о нем поговорим но принципе что можно сказать по этому бокс моду знаете по внешнему виду я не знаю но тут вообще вопросов нету классно они сделали вот сменная панель можете поменять опять же внешний вид будет другой вот вот эти вот прожилочки здесь они серые будут допустим коричневые или какие там еще цвета есть новые смотрели технических характеристиках вообще давайте пока бокс мод он симпатный да в нем работает хорошо плата есть режимы преднагревов есть ручной режим преднагрева вы там сами отстраиваете по полсекунды по полсекунды это довольно хорошо более корректно и термик работает все я проверял за кадром все работает вопросов нету по боку бак да не обслуга не обслуга есть много вариантов испарители да он так симпатичный он сделан все ну да нету конечно так того привкуса которые хотелось бы хотя принципе привкус есть довольно не довольно неплохой но все равно вот специфический привкус привкус испарителя ну не именно там куда вонючий всего все всех китайских складов и сырости нет вот просто проволочный испарительный вкус да это не обслуга что можно сказать покупать этот набор или нет мы так вкратце вам решать вам решать я все рассказал все внизу вы все видели все технические характеристики посмотрели вам конечно решать выбор остается только за вами я уважаю ваше мнение и ваш выбор потому что вам может понравиться форма кому-то такая форма не понравится кому-то более строгий нравится как way for shark допустим так что выбор опять же остается только за вами сегодня у нас в гостях был набор от компании вопресса switcher with energy там смотрите мои следующие обзоры один из следующих обзоров вернее даже следующий обзор будет тоже на интересный бокс мод я его очень долго ждал на одноаккумуляторный так что смотрите прикольный бокс мод если вам понравилось мое видео ставьте ваши лайки подписывайтесь на мой канал с вами был я игорь к вейпер пока пока